Музыка Традиционно, да, мы говорим о том, что мы прошли, мы касаемся этих тем. Мы говорим о том, что Закарпатье впервые возникает на, скажем так, карте изобразительного искусства Украины. До этого в Закарпатье ничего, по крайней мере, связанного с украинской художественной культурой не происходило до 20 века. Я не знаю, мне хорошо слышно или может быть чуть-чуть громче? И на этой фотографии, сделанной уже в 40-х годах, запечатлены те художники, та Плеяда, которая стала, собственно, тем художественным началом, которое искусствоведы впоследствии назвали Закарпатской школой живописи. Это только живописцы, во-первых. Во-вторых, это основоположники художественной жизни края уже в советский период. Хотя некоторые попытки они сделали и в те годы, о которых сегодня мы будем говорить, 20-е, 30-е годы. В 40-х годах было положено начало также художественному, профессиональному художественному образованию в Закарпатье. Возникло художественно-промышленное училище или училище декоративного искусства, как его по-разному называли в разные периоды, сегодня это художественный институт. Вот именно институт, не академия, не университет, это учебное заведение имеет статус института и носит имя одного из лидеров этого периода, периода, собственно, возникновения этого учебного заведения, от Альберто Эрдели. На этой фотографии он запечатлен в самой, так сказать, экспрессивной, самой экстравагантной позе, крайняя фигура справа. Ну и другие художники, представленные на этой фотографии, они сегодня будут упомянуты. И мы откроем традиционно наш экскурс в историю, прошу прощения, в историю этого периода с более общей информацией, с информацией о том, где же, собственно, происходили эти события. И так закопать, прошу, все, можно, как-то, все справиться, потому что там все время газ. Спасибо. Итак, Ужгород, перед вами панорама, одна из первых фото панорам Ужгорода, река Сукитина, которая дала имя городу, и застройка, застройка, включающая как произведения архитектуры былых времен, скажем так, так и последние слова тогдашней техники, если можно так выразиться, потому что здесь мы видим конструкции мостов, которые, собственно, в начале, в конце 19-го, начале 20-го века появляются в этом городе. Мы затем увидим уже на живописных произведениях, как, в общем-то, художники стараются увидеть и отметить для себя все эти изменения, новые детали пейзажа родного края. Мы видим также возвышающийся над городом из двух колоколен, состоящую вершину собора, главного Унианского собора города Крестовоздвиженского кафедрального собора, с которым тоже будет связана сегодняшняя наша лекция. И мы продолжаем. Вот, собственно, такие более ранние еще изображения. Унгвар, кстати, да, Унгвар – это историческое название города Ужгорода. Именно так около тысячи лет назывался Ужгород, Унгвар по-венгерски. Но затем, как вы знаете, он стал городом украинским. Перед вами вновь необычное сочетание уже в начале XX века архитектуры периода модернизма, раннего модернизма, арт-эко, конструктивизма и так далее. И вновь, так сказать, мотивы старинной машины сочетаются с извозчиками, каретами извозчиков и так далее. Вот, так же мотивы Ужгорода. Ну и, конечно же, самым привлекательным видом была набережная города. Она преображалась в течение XX века. И вот примерно такой она была в период, о котором мы сегодня будем говорить, 20-30-е годы. Вот мы видим уже, как ничего не нажимало. Итак, городской пейзаж меняется. Мы видим уже совсем другой мост венчает эту набережную. Вот он также с другой стороны. Это, видимо, центральный мост в Ужгороде. Вот одно из таких примечательных зданий с точки зрения культуры того времени. Это казино. Гостиница на набережной. И примеры архитектуры связаны с другими конфессиями. Синагога в мавританском стиле. Это еще один пейзаж с католическим собором уже в перспективе. И, наконец, здание, созданное буквально в предвоенный, уже говоря, во Второй мировой войне период. Здание это было создано как административное, поскольку с 1919-1920 годов Закарпатья потеряла свою, так сказать, связь с Венгрией и было включено в состав Чехословатской республики. Это, безусловно, отразилось на культуре края. И, собственно, вот эти 20-е и 30-е годы, межвоенные годы, они связаны с годами вхождения Закарпатья в состав Чехословакии. Чехословакия была одной из самых демократических республик на карте не только Европы, но и мира. Там существовала уникальная, беспрецедентная социальная политика. Кроме того, в отношении иммигрантов из стран, ну, собственно, из бывшей Российской империи. Там существовали, кроме различных таких, ну, в общем-то, связанных с социальной сферой учреждений, школ, больниц, приютов и так далее. Существовали также даже высшие учебные заведения, в которых преподавали на русском и украинском языках, среди прочего. И развивалась, в общем-то, культура эмиграции русской, а также украинской эмиграции. Об этом мы когда-нибудь с вами поговорим. В Праге, в столице Чехословакии особенно. Ну, а здесь, на как бы восточной окраине Чехословакии, в Закарпатии, существовала автономная область, которая получила название Подкарпатская Русь. И вот, собственно, административным зданием Подкарпатской Руси должно было служить вот это сооружение тоже в стиле той эпохи. Мы видим даже фотографию этого здания. Сделал какой-то американский корреспондент, что говорит о безусловной связи этого края в то время с мировой, скажем так, цивилизацией. И немного остановимся на жителях Закарпатии или Подкарпатской Руси, как она называлась в этот период. Жители, в основном городское население, представляли по-прежнему венгры, русины, евреи. А также со временем город становится все более приобретать вот такой русинский, украинский характер. И то, что сегодня Ужгород – это один из главных центров украинской культуры, это, в общем-то, уже традиции тому закладываются еще в тот период. Вот так выглядел досуг жителей Ужгорода и некоторых других городов. Закарпатия, мы знаем эти города. Ну, а так выглядели улицы Ужгорода уже в самый печальный для него период. Это период венгерской оккупации, которая последовала за крушением, собственно, чехослованской государственности в 1938 году, когда, вы знаете, по решению мюнхенских, так сказать, переговоров, соглашений, которые в историографии также называют мюнхенским сговором. В общем-то, собственно, чешские земли были переданы в состав гитлеровской Германии, рейха. Словакия стала независимым государством, но, как вы понимаете, очень слабым. И венгерское, уже на тот момент профашистское руководство приняло решение ввести в свой состав свои, так сказать, исторические земли. И начался вот этот период венгерской оккупации, который длился до конца войны. И уже в 1945 году Закарпатье было, по решениям уже послевоенного времени, было включено в состав Украинской СССР и Советского Союза. Вот приметы времени сурового. Да, и в то же время вот эта, так сказать, ситуация крушения одного государства, еще не начало другой государственности, ну, скажем так, давала некоторые светлые надежды жителям Закарпатья и Закарпатские Русины во главе с их премьер-министром, премьер-министром автономии под Карпатской Руси Августином Волошиным. Вот здесь он изображен вот в плаще, вот слева, вот центральная фигура, он стоит в черной шляпе. Августин Волошин был из семьи потомственных сельских священников, представитель греко-католической церкви, однако он получил и светское образование в Будапеште, был преподавателем и директором главной гимназии города Ужгорода. И в 20-х годах он начинает свою бурную политическую карьеру, становится лидером одной из русинских партий и, будучи представителем ее в парламенте Чехословакии, он, в общем-то, становится одной из крупнейших фигур общественной и политической жизни русинов этого периода. Премьер-министр, как я уже сказал со временем. И в 1938 году, после ареста в качестве венгерского шпиона своего предшественника на посту, премьер-министра, он со временем провозглашает себя президентом независимой Карпатской Украины. Это небольшое, как вы понимаете, далеко не включающее в себя все украинские земли государства, тем не менее, стало первым после периода гражданской войны или национально-освободительных, так сказать, событий. С 17-го, 20-го годов стало первым украинским независимым государством. Однако, повторюсь, венгерская оккупация была очень-очень близкой, и, в общем-то, все эти надежды рухнули еще так и не начавшись, по сути. Говоря о венгерской культуре, которая, безусловно, важна в сегодняшней лекции, нужно сказать, что эта культура мало известна за пределами Венгрии. Первым человеком, который среди, так сказать, венгров вышел в мировой художественный контекст, был, безусловно, наверное, многие узнали его на этой фотографии, был Ференс Лист. Одна из фигур, которых, скажем так, в терминах уже 20-го столетия можно назвать суперзвездой. Действительно, он был не только известный композитор, но и прекрасный исполнитель собственной музыки, как пианист и дирижер. Он гастролировал по всему миру и получал приемы в самых высоких домах Европы и мира, в том числе, например, английская королева Виктория также принимала его в своем дворце. И, собственно, благодаря Ференс Листу, его музыке, венгерская культура, замечательный чадош и многое-многое другое, все стало достоянием таким образом человечества. Однако, все равно сохранялась некоторая изоляция. И сохраняется она в какой-то мере и до ныне. Среди художников венгерских еще более печальная ситуация. Их практически не знают. Не знают даже в странах приграничных с Венгрией, например, в Украине. Хотя некоторые имена широко известны. Ну, например, изображенная на этой фотографии Йонио Борчаи является автором одной из настольных книг любого художника в нашей стране. Книги по пластической анатомии, которую изучают художники. И, в общем-то, это одна из лучших книг по пластической анатомии, созданных в 20 веке. Ну, и, наконец, художники, собственно, о которых идет речь в нашей лекции. Закарпатские художники. В 1927 году Иосиф Бакшай и Адальберто Рдели, о них будем говорить сегодня более детально, создают первую русинскую художественную группу. Хотя она включает не только русинских, но и венгерских по происхождению художников. Она называется Ужгородская художественная школа. Она также включала и учебное заведение, и, собственно, объединение художников. В 1931 году, как видите, буквально через несколько лет, было создано Общество деятелей изобразительного искусства Подкарпатской Руси. Или, как оно звучало, его название на русинском языке, Товарищество деятелей изображающих искусств на Подкарпатской Руси. Ну, видим, практически разницы никакой не существует. По крайней мере, с украинским литературным языком это никакого прямого, прямой связи не имеет. Ну, я шучу, конечно же. И так вот, такими они встретили свою будущность в советской уже Украине. Они принимали активное участие в художественной жизни Советской Украины и Советского Союза. Здесь они изображены в 1953 году в Киеве на площади Октябрьской революции, нынешнего Майдана Незалежности. Мы видим, что только застраивается эта площадь уже после разрушений военных. Они участвовали в первомайских демонстрациях. Это действительно очень хорошо, что сохранился, и он, так видите, общедоступен архив закарпатских художников послевоенного времени. Здесь тоже Адальберто Рделли стоит во главе колонны. Мы видим фотографии, которые говорят о досуге этих художников, видим их жен, детей. Их минуты отдыха, в данном случае на территории знаменитого Ужгородского замка. Здесь Адальберто Рделли рядом со своей супругой-танцовщицей Кларой Балок. Вот художники выбирают мотивы для будущих пейзажей. Школа эта, забегая вперед, я скажу, в основном пейзажная. Ну а здесь они стоят у бухгалтерии Закарпатской организации Союза художников, где получают свою зарплату. Сегодня главным художником этого периода Адальберто Рделли и Иосифу Бакшаю в Ужгороде установлен памятник. И несколько слов уже о персоналиях. Персоналии, поскольку они действительно важны. Важно узнать их биографию. И таким образом возникает действительно портрет того времени более точный. Итак, Иосиф Иосифович Бакшай. Это патриарх Закарпатской школы живописи. Хотя, в общем-то, как вы поняли, даже по той фотографии, они люди примерно одного поколения. Но тем не менее он был старейшим в этом ряду. Хотя Адальберто Рделли был его ровесником. Он прожил долгую жизнь. Родился в 1891-м, а умер в 1975-м году. Соответственно, мы видим целое, так сказать, столетие почти, что прошло на его глазах. И вот эта фотография, которая показывает мастерскую художника, уже более поздний, конечно же, период, она показывает, сколько было создано художникам за эти многие-многие годы. Вот он со своей супругой. Довольно необычно, согласитесь, в костюме. По крайней мере, на фоне тех костюмов, которые носили его коллеги восточные Закарпатья и восточные Галицы. Он родился в небольшом селе Кобылецкая Поляна, в нынешнем Раховском районе Закарпатья. Вот его большая семья, супруга, дети. Среди его заслуг в уже советский период мы можем отметить звание народного художника СССР, члена корреспондента Академии художеств СССР. Он был единственным Закарпатским художником, который входил в Академию художеств СССР. Был также кавалером нескольких орденов. Тем не менее, прошлое его было очень скромным. Сын сельского священника, вероятно, венгерского происхождения. Он окончил Мукачевскую гимназию. Затем учился в 10-14 годах, то есть еще до Первой мировой войны, в Будапешском Королевском художественном институте. у венгерского художника Имри Реверса. Сейчас мы увидим его портрет, если удастся. Вот Имри Реверс. Представитель, скажем так, академической живописи того времени. Затем в его жизни следует служба в армии, в период Первой мировой войны, в Австро-Венгерской армии, разумеется, и русский плен с 15 по 18 годы, возвращение в Закарпатье, и затем долгая, насыщенная преподавательская деятельность вплоть до 45-го года в Ушгородской гимназии, директором которой был как раз, собственно, вот этот будущий президент Карпатской Украины Августин Волошин. Как я уже сказал, вместе с его ближайшим коллегой Эрдели, они стоят у истоков новых художественных объединений края. В 40-м году создает Союз подкарпатских художников. После войны он преподает в училище прикладного искусства. Является членом правления Закарпатского объединения областного Союза художников Украины. А также совмещает эту работу в родном городе с руководством, дипломами в Львовском институте прикладного и декоративного искусства, что говорит о том, что все-таки не хватало художников высокого уровня в это время на Западной Украине. Имел ряд персональных выставок в Праге, Ужгороде, Киеве. Похоронен в Ужгороде. Сегодня ему установлен памятник, создан его музей, а также Закарпатский художественный музей в Ужгороде носит его имя. Мы обратимся к его творчеству, но прежде чем мы коснемся таких вещей более традиционных, несколько примеров его церковного искусства. Дело в том, что главный кафедральный собор униатов Закарпатья, Крестовоздвиженский собор в Ужгороде, был создан, заложен еще в XVII веке. Но строительство длилось невероятно долго, менялся его облик, и в конце концов росписи появляются только в начале XX века. И как раз выпускник, недавний выпускник Будапештской академии принимает участие в этих росписях, как главный их автор и исполнитель. Он пишет в это время портрет митрополита Ужгородского. Мы видим на фоне портрета и храм, собственно, о котором идет речь. Важно отметить, что и этот портрет, и росписи создаются в стиле необарокко. То есть, видимо, в этом состоял заказ, поскольку собор сам практически был в этом стиле, хотя он также может быть отнесен к классицизму. Но, тем не менее, барокко традиционно ассоциировалось в этот период с католической церковью, греко-католической в том числе. И вот эти необарочные мотивы, они были реализованы Бакшаем в своих росписях, которые буквально перекликаются действительно с вершинами барочной монументальной живописи, работами семьи Тьеппула, венецианских живописцев, которые творили в храмах и дворцах по всей Европе в этот период. Сохранилось много предварительных эскизов, которые делают попытки, скажем так, стилизовать и связать, в общем-то, реалистические вполне изображения и иконографические каноны, как в данном случае «Головка Херуина», потрясающие по, так сказать, своей композиционной изощренности плафоны, потолочные росписи храма, отдельные иконописные образы, и в данном случае важный для католической церкви сюжет Вознесения Девы Марии. Он также разрабатывает и систему декоративного оформления, которая, ну, помимо барочных сюжетов и барочной стилистики, мы видим, включая в себя мотивы и нео-византийские, традиционные, для, в общем-то, русинского населения Западной Украины. Христос, благословляющий Петра на фоне Собора Святого Петра в Ватикане, такой интересный мотив, который подчеркивает все-таки связь униатской церкви с Ватиканским престолом. И вот два таких интересных образа, которые показывают нам духовных лидеров Руси и Украины. Это князья-крестители, княгиня Ольга и князь Владимир, другие князья, первые монахи Киево-Печерской лавры, Антоний и Феодосий, Борис и Глеб, собственно, вот молодые, князья, первые русские святые, ну и дальше вот отцы церкви так называемой, все, кто стояли, в общем-то, в основе этого движения на наших землях. И работы, которые главным образом представляют творчество Бакшая, это пейзажи. Пейзажи очень лирические, пейзажи наполнены деталями, особенно для него важен Ужгород, как мотив. Я специально не стал их ставить вот в такой, знаете, ряд, знаете, такой классификации по сюжетам, потому что, мне кажется, это бы слилось в конечном итоге в какой-то один пейзаж. И поэтому вот такой, в хорошем смысле слова, сумбурный ряд работ художника разных периодов, которые все-таки дают представление о его творчестве, я сейчас вам продемонстрирую. Вот тот самый мост, который мы видели на открытках. Вот это красное здание синагоги у Ужгородской на набережной также расположено. Сюжеты из жизни жителей края, которые традиционно занимались сплавлением по горным рекам огромных, огромных стволов сосен, древесины. Его интересует водная стихия, это край также и озер Карпаты, и озеро Синевир, знаменитое оно присутствует в его творчестве. Батарический сад Ужгорода тоже является его любимым мотивом. Деревянные храмы Закарпатия, скалистые берега горных рек, дворы сельских усадеб, замки, которых немало в Закарпатии, такие вот виды Ужгорода с разных точек, не только с традиционной набережной, но и вот откуда-то издалека, с окраин, панорама города, Ужгородского замка. Все это с детальной вот такой глубиной и любовью, можно даже так сказать, все присутствует. Строительство моста, безусловно, труд. Крестьянский труд в основном появляется уже в советский период, эта тема. А вот таким пристал в начале 50-х годов Львов в работах Бакшая, когда он, напомню, работал преподавателем и в Львовском художественном институте. Турщиц, вероятно, из академических заданий собственно того времени. Ну, мы видим, что мотивы часто повторяются. Это очень характерно для художников работать над близкими мотивами, стараясь их раскрыть каждый раз по-новому. Весеннее цветение это популярный мотив закарпатской школы. И мы знаем, что в Ужгороде существуют даже целые кварталы, засаженные вишнями, сакурами. Да, и это вот буквально, так сказать, такой японский колорит вносит в быт этого города в определенное время года. вот эти панорамные, такие большие, собственно, виды камерные с парковыми аллеями, скамейками, церкви и так далее, и тому подобное. бесконечно можно любоваться творчеством Бакшая, поскольку не зря, наверное, он является вершиной этой живописной школы. И мы видим в этом образе русинской девочки, особенно в трактовке ее лица и, наверное, еще более важно отметить кисти руки, чувствуется все-таки опыт такого барочного, в некотором роде барочного мастера, который занимался росписями церкви значительный период своей жизни. Тут, по-моему, они как-то уже тут начали повторяться, они тут, собственно, закончились. Итак, Адальберт Эрдели. Такая у него фотография с любимой собачкой. Адальберт Эрдели художник, в общем-то, похожая судьбой, хотя чем-то и отличной. Во многом, наверное, даже если быть пристальней во взгляде на его педаграфию. То есть и сейчас вы даже заметите это по стилистике его работ. Сын сельского учителя Михаила Грыца, украинца по происхождению, и Илоны Цайской, немки. В 1901 году его семья берет фамилию, венгерскую фамилию Эрдели. Соответственно, это как бы фамилия уже затем переходит, становится его фамилией до конца жизни, за что его даже упрекали некоторые соплеменники, что он остался с этой фамилией навсегда. Он учился, как и Бакшай, в институте в Будапеште в 15-м году, они были ровесники в 15-м году, разве что он закончил его, на год позже Бакшай поступил, учился у того же педагога Имре Реверса, а также у Каруя Ференци. Вот на фигуре Каруя Ференци следует остановиться более детально, поскольку в отличие от такого, скажем так, зауянного академиста Имре Реверса, Каруя Ференци был один из самых интересных венгерских художников того времени. Он был представителем модерна, и в своей живописи, вот на фотографии, в своей живописи он особое внимание уделял символике цвета. Собственно, некоторые его работы принадлежат к собственному направлению символизма. Как видите, они достаточно необычны, и действительно цвет в них присутствует в какой-то преувеличенной, я бы так сказал, роли по сравнению с, по крайней мере, работами большинства художников той эпохи. Вот еще одна работа Корея Ференци, изображающая женщину, художницу на этюдах. Конечно, опыт работы в мастерской такого художника повлиял на творчество Эрдели, однако было и другое его становление. В 20-х годах он работает с 26-го года в Ужгороде, до этого он жил в основном в Мукачеве, а в 29-е и 30-е годы он проводит в крупнейших европейских художественных центрах в Пране, Риме, ну и разумеется, не обошел вниманием и Париж. И вот этот опыт соприкосновения в отличие от Бакшая, соприкосновения уже с самыми передовыми явлениями живописи модернизма повлияли на него самым радикальным образом. Он более того сохранил общение с европейскими художниками того времени и в дальнейшем преподавал рисование в гимназии в Мукачеве, в Ужгородской учительской семинарии, в Ужгородском училище прикладного искусства в советский период. Большинство закарпатских художников были его учениками. Он же также стал первым директором Ужгородского художественного училища и первым председателем собственно Союза художников Украины в Закарпатии с 46-го года. То есть действительно его авторитет был неоспорим. Но уже в эти годы, в конце 40-х, начале 50-х, постепенно краски начинают вокруг судьбы художника сгущаться, его все чаще обвиняют в формализме и от вероятных репрессий его спасает только чудо во время декады украинского искусства в Москве Сталину очень понравилась ужгородская закарпатская танцовщица, портрет который написал Эрдели. Парадный портрет, в общем-то как бы это отчасти спасло художника, но его жизнь была тем не менее очень короткой, в 55-м году он уже уходит из жизни. Он оставил дневник после себя, который вел на венгерском языке, не будучи венгром, подчеркну, автобиографический роман даже написал на немецком языке. Одним словом, он был человеком европейской культуры и никогда не замыкался в узких рамках живописи одного региона, одного края. Его имя носит сегодня Закарпатский художественный институт и в общем-то это действительно сегодня одно из самых популярных имен вообще живописи Западной Украины, если мы можем так говорить в целом. Он жил в гражданском браке со своей супругой Магдалиной Сливкой. Вот она на фото, вот она в юности и рядом ее супруг художник. И вот этот гражданский брак, он стал залогом сохранения наследия художника. Магдалина Сливка умерла в 2004 году и все это время она хранила наследие художника, был создан музей и также с ее кончиной связан очень трагический эпизод, где то, что она погибла, вернее, умерла от разрыва сердца во время ограбления. Ее дома было похищено 48 картин Эрдели и в общем-то это говорит о том, что Закарпатская школа в силу своей скажем так локальности временной и кругой персоналии, которую она включает, стала лакомым куском для всевозможных аферистов и даже таких каких-то уголовных преступников, которые подделывают, похищают произведения художников в Закарпатте этого периода, поэтому, к сожалению, часто общение с этими произведениями затруднено какими-то подделками уже нашего времени, которые в общем-то редко портят впечатление о художниках, но, как вы знаете, установить это бывает иногда очень сложно и поэтому проблемы действительно существуют в атрибуции. Итак, работы Эрдене. В отличие от Бакшая, он часто обращается к жанру портрета, но и пейзаж, безусловно, присутствует наиболее последовательно в его работах. Он оригинальный колорист, каждая работа его представляет очень сложную систему цветовых отношений, цветов. это действительно экспериментальные вещи в какой-то мире, поскольку они часто строятся на оттенках одного цвета, например, зеленого или синего, вы увидите. И затем, наверное, поскольку он занимался педагогической работой, кое-что вот в этом отношении к цвету, колориту переходят и в творчество других представителей этой Закарбанской школы, в частности его учеников этого заметите по работам, которые будут следовать далее. Очень сложные работы и по композиции, которые хранят отпечаток межвоенного времени, эпохи, связанные с экспрессионизмом. Вот то, о чем я говорил, эти, скажем так, концентрированные на одном лишь свете произведения. Интересны его натюрморты. Они, пожалуй, действительно выглядят новаторски на фоне живописи того времени. Он обращает внимание и часто использует этот мотив, мотив зеркальной поверхности и часто его объекты натюрморта отражаются в этой поверхности, а также стеклянные предметы он использует. Мы видим, что мотив Ужгорода, Ужгородский замок, панорама города с отдаленных мест, отдаленных точек зрения, все это присутствует, но не так, как у Бакшая, а совсем иначе, и в этом принципиальная разница живописных систем обоих мастеров. Хотя мотивы где-то даже, конечно же, привлекаются этой деревянной цирки, вот серия купальщиц у него есть. Ну, вот таким своеобразным образом он касается религиозной темы. его живопись стоит наиболее близко к живописи венгерских художников того времени среди художников Сакарпатья. Мотив зеркальной поверхности и своеобразной фактуры, в данном случае воды, он присутствует и в пейзажных мотивах. Парадные портреты решены достаточно также в модернистском духе, что отличает его от, например, портретов Бакша и редких в творчестве художника. Тема труда менее свойственна ему в отличие от Бакша и в его работах она предстоит как правило в эскизном и даже в таком несколько гротесном виде. Бесконечно можно смотреть и этого художника в этом счастье, что сохранилось великое множество произведений их. Вот зеркальный мотив в данном случае даже в двух измерениях, если можно так выразиться на двух плоскостях. Это плоскость стола и собственно зеркало включается в композицию. Даже незаконченные произведения имеют отпечаток стиля художника и объединены с другими произведениями вот такой особой экспрессивностью и поэтичностью. Хотя присутствуют попытки скажем так особенно последний период его жизни некоторых скажем так выходов к максимально реалистической традиции. Вот редкий пример натюрморта решенного практически в черной цветовой гамме и вновь вот эти зеркальные мотивы стеклянные в поверхности все это создает конечно виртуозную атмосферу живописную мотивы интерьера почти сезановские купальщицы очень редки но присутствуют в его работах примеры также символизма в его таком скажем так мистическом варианте вот какие-то образы действительно фантазийные но это просто как некие эксперименты являются определяющими для творчества художника следующей фигурой которой мы должны коснуться является Золтан Иванович Шолдас уроженец села на территории прикопа на территории нынешней Словакии он прожил долгую жизнь умер в 90-м году заслуженный художник Украинской СССР учился в Ужгородской художественной школе в 30-х годах у Бакшая и Эрдене то есть мы уже говорим о следующей генерации художников Закарпатья хотя он в общем-то всего на каких-то 10-15 лет был старше своих учителей младше простите вот так он выглядел в гимназические годы так он выглядел уже наиболее плодотворный зрелый период вместе с сыном здесь он запечатлен ну а это уже фотография конца 80-х это его старость но видим старость не менее насыщенная творческая и племярная работа в частности чем молодость живопись Шолтеса в общем-то продолжает во многом живопись Бакшая это реалистические традиции хотя некий так сказать ореол модернизма он тем не менее прослеживается и в этих работах сюжеты его более традиционны чем у учителей хотя некоторые работы отличаются скажем так глубиной проникновения в натуру в отличие от Бакшая он уже старается работать главным образом в Карпатах городской пейзаж его уже не волнует деревянные села вот редкий пример городского пейзажа Закарпатия это масляная живопись хотя в творчестве других художников вы видите будут и рисунки акварели но в данном случае это масло и масло такое скажем так очень полнокровное полновесное действительно вся палитра звучит в этих произведениях не случайно вот такие очень выбираются и мотивы или закатные или яркое весеннее мартовское солнце то где краски могут прозвучать наиболее ярко в отличие например вот Эрдейли который как мы видели изображал часто такие сумеречные мотивы и в общем-то был художником такой скажем так камерной природы Шолтес художник напротив очень яркий вы знаете наверное мы частично пропустили несколько иконографических моментов но мы к ним вернемся очень важных пониманий облика художника его работы натюрморты безусловно это тоже дань живописанной традиции но видимо они гораздо слабее чем натюрморты Эрдейли и в общем-то в какой-то мере творческой инерции если можно так сказать появляются в его наследии контрасты во время пасмурной погоды световые в горных просторах скажем так вот пастель да редкий пример пастелем очень также красочный ну до совсем такой декоративности доходят некоторые его этюды и в то же время сдержанность характерна для него также в зимних пейзажах ушгородский замок присутствует в его творчестве а в данном случае даже и горная электростанция несколько фотографий которые касаются его ют да вот пропустили очень важно показать потому что это такой пример постановочного фото художник за работы художнику мастерской здесь шелтос период еще довоенно изображен он здесь еще молод и мы видим насколько вот эта художническая экстравагантность была перенята от Эрдели и другими художниками Закарпатия мы видим что пишет он уже работу помещенного в раму холст помещенного в раму это очень любопытно совсем иной стиль демонстрирует другой художник Федор Федорович Манайло уроженец села Ивановцы Мукачевского района он был народным художником Украины как и Эрдели был сыном сельского учителя поскольку его юность уже проходила вперед Чехословацкий он учился уже не в Будапеште а в Пражской высшей художественно-промышленной школе побывал во Франции выставлялся в Праге преподавал в школе перемесел в 30-х 40-х годах в Ужгороде был главным художником Закарпатского Дома народного творчества а также вслед за смещенным с этого поста Эрдели возглавил Закарпатское объединение областное объединение союза художников Украины в 48-м году преподавал училище прикладного искусства и занимался в отличие от своих других коллег допустим иллюстрацией сотрудничал с Закарпатским Украинским музыкально-драматическим театром как сценограф сейчас вы поймете по стилистике его работ что действительно это уже художник совсем иного плана нежели его старшие коллеги и в 81-м году был создан его мемориальный дом-музей в Ужгороде вот его фотография вот фото из дома-музея сделанное уже в наши дни но оно сохраняет как бы представление о быти художника быт как вы видите вполне такой скажем так уже знакомый да не экзотический скромный быт и в то же время вот эти совершенно фантастические картины на стенах они как раз дают принципиальное отличие представлению об этом художнике в сравнении с его коллегами повторюсь такие жуткие мотивы из крестьянского быта изображает это покойник в данном случае лежит на которого глядит ребенок мотивы какие-то вот такие почти восточные почти индийские в то же время символистские весьма очень интересное в работах отношение к цвету в данном случае вот это практически такая азбука воздушной перспективы предметы на первом плане теплее то на дальнем холоднее но вот это гипертрофированное отношение к воздушной перспективе безусловно наделено некой символикой это карпатская свадьба мы видим что здесь даже трудно разобрать с этой декоративной фактурой в общем-то не только сюжет но и какие-то отдельные изображения и в общем-то колорит он способствует этому усилению этой вот цельности скажем так восприятия однородности этой массы вот такие мотивы он много работает с натуры в карпатских селах изображает интерьеры экстерьеры хат которые затем преображают в таких вот декоративных композициях наполненных различными предметами быта этого края вот такие какие-то полуфантастические ткацкие фабрики присутствуют часто в его работах ну мы видим акварели да в его творчестве присутствуют если изображение тапуна лошадей который пасется то это тоже тысячи минимум тысячи лошадей которые буквально затмевают собой весь пейзаж до горизонта вот в этом одна из особенностей закарпатской школы в том что она дает ну вот какой-то интересный опыт сосуществования художника в общем контексте кроме того мы видим они и преподают и получают звания в общем-то те же что и их так сказать более восточные соседи коллеги это же Яблонская допустим или Сергей Григорьев но тем не менее вот как бы парадоксальность этого провинциального скажем так уклада локальности школы она дает возможность творить свободно ну например вот это по-моему абсолютно сюрреалистическая композиция созданная в 60-х 70-х годах Мальвы это где-то в центре выставлялась в Москве или в Киеве дело в том что у его выставочной деятельности мы знаем лишь что он выставлялся в Праге в 33-м году а также имел в Ужгороде в 61-м как персональную выставку то есть вероятно может быть единичными произведениями его творчество было представлено где-то особенно на выставках специально касающихся украинской скажем так школы в советский период но вряд ли это были какие-то скажем так головокружительные эпизоды столичных каких-то вернистажей вот работа с театром влияет уже на его станковое происхождение дело в том что название практически неизвестное ну конечно же ирония присутствует в его творчестве если карпатский пейзаж то какой-то такой настолько буквальный такой вот что в какой-то мере если продолжать все-таки вот эту беседу то это такая где-то даже уже ирония по поводу вот этой бакшаевской традиции карпатского пейзажа которая была развита во многих других многими другими художниками но тем не менее его почти не трогает и в то же время вот эти какие-то чудеса техники этот сюрреализм эти какие-то удивительные совершенно композиции при том огромных раз ну сравнительно крупные то есть около двух метров высоту этой работы и в то же время ирония по поводу излюбленного мотива в творчестве другого его коллеги сейчас мы его как раз увидим мотив вот такой карпатской девчины в национальном костюме тоже такие грандиозные стройки или грандиозные заготовительные работы древесины вот монотипе он экспериментирует как видите с композицией работ в духе модерна делая их вертикальными или горизонтальными мотивы отражения зеркальной поверхности от эрдели видимо к нему переходят и так андрей андреевич коцко художник тоже народ художника украины как и многие другие представители этой школы он родился в Ужгороде учился в публичной школе из Ромка в Ужгороде которую ну одно из названий той школы которую основали Эрделий Бакшай в 30-е в конце 20-х непосредственно у обоих этих корифеев он учился а продолжил свое образование в Римской Академии искусств в 40-х годах в 47-м году он ее закончил отделение монументальной живописи и возвратился в свой родной край был также членом правления Союза художников Закарпатия а также входил в президиум правления Союза художников Украины с 77-го года умер в 87-го имел вот в отличие от Манайло имел персональную выставку в Москве в 83-м году также существует его мемориальный музей в Ужгороде вот его интерьер он работает не только в масляной технике но и темперной и гуашью вот сохранилась как раз его гуашь и палитра его работы подчеркнуто декоративный пейзаж и портрет это главные жанры его живописи и вообще декоративность это такой фундаментальный как бы фундаментальный момент все чаще становится для украинской живописи начиная с 60-х году и лепту в это так сказать построение этот новый прием этот новый метод внесли конечно же художники Закарпатья не в последнюю очередь но очень лаконичные по языку натюрморты такие почти как детские работы хотя с другой стороны колорит их выдает все-таки мастера монументальной живописи поскольку представление ребенка редко так могут сочетаться цвета и так выглядят стилизации мотивов его волнуют карпатские мотивы уже скажем так в первую очередь в связи с людьми и не случайно портретный жанр в отличие от всех прочих художников становится в его творчестве главным ну а работа над натюрмортами пейзажами это своего рода проба отвлеченная проба живописного материала и сейчас собственно портретная галерея художника возвратившись в закарпатье в конце старых годов он работает в стилистике которая была более популярна и в общем-то официально это стиль соцреализма и мы видим что эти работы не просто соцреалистические они где-то даже отличаются такой ну скажем так почти почти школьной постановочности ему позируют долго позируют в таких типичных для натурщиц позах позируют в костюмах закарпатья народных костюм хотя постепенно даже в этот период уже происходит освобождение вот этих самому себе скажем так навязанных рамок и появляется творческая свобода необычайная которая была реализована в первую очередь как я уже сказал в портретных вещах наиболее часто встречающийся мотив в его творчестве это вот такой крупный план погробный портрет молодой девушки в национальном костюме в летнем или скажем так зимнем его варианте на фоне карпатских гор очень редко но встречаются также мужские портреты но вновь таки в этом ключе в ключе стилизации декоративной стилизации динамичные образы редко попадаются но тем не менее они присутствуют и часто он разрабатывает схожие сюжеты схожие мотивы мы видим что красный цвет очень любим художникам его в палитре наряду с синим являются основными цветами практически три или четыре если я не ошибаюсь подобных мотивов мы увидели кстати работы подробного рода есть в коллекции Харьковского художественного музея и иногда их можно вывезти на выставке Коцка да ну и другие пейзажисты тоже присутствуют в частности Коцка я очень хорошо это обомнил по выставке если я не ошибаюсь 2007 года да вот такой мотив который действительно уже говорит о том что художник с прошлым монументалиста перед нами предстает такая эпическая почти джотовская композиция и вот эти героини замечательные несколько особняком стоит среди закарпатских художников хотя бы работал и живу в Закарпатте Гавриил Мартынович Глюк заслуженный деятель искусств Украины он учился в Будапеште однако его жизнь была связана с перипетиями политическими политико-географическими если можно так выразиться перипетиями на этом фото он изображен с Шолтесом и Бакшаем в очках крайне справа он в общем-то его семья оказалась на территории Румынии после различных притурбаций того времени и в общем-то он был вынужден покинуть Чехословакию и также жить некоторое время в Румынии и на территории Бессарабии в общем-то после войны он продолжил свое образование в художественном училище в Кишиневе и вот как бы так вот издалека успев поработать в так называемой трудовой армии на стройках Днепропетровске в Элисте в Сталинграде повоевав в Великой Отечественной войне он возвращается в родное Закарпатье и возвращается уже совсем другим человеком в отличие от Бакшая от Эрдейли тем более его живопись она как раз молдавского периода рисунок она соцреалистическая уже наверняка и это было отмечено соответствующими так сказать структурами идеологами искусства того времени его пригласили с работой лесоробы вот этой работой это ее вариант вот главное произведение лесоробы 54-й год пригласили участвовать в советском павильоне всемирной выставки экспо в Брюсселе в 58-м году где эта работа была достойна большой серебряной металли это действительно одно из самых знаковых произведений как советской живописи в целом так и украинской живописи того периода насыщена живописной культурой и очень интересно своим сюжетом и композиции это произведение но хотя сюжет здесь в общем-то традиционной части для живописи того края его пейзажи уже 60-х 70-х годов отличаются лаконичностью цветовой декоративностью как и Эрдели он обращается к цветочным натюрмортам на зеркальных поверхностях хотя работы допустим это одна из ранних работ они вполне в духе также такого бакшаевского соцреализма если можно так выразиться ну в общем-то это один из тех художников который в своем творчестве продемонстрировал максимальный стилистический диапазон школы Закарпатти живописной школы Закарпатти находясь в постоянном поиске а не развивая уже однажды найденную стилистику один из самых необычных таких осенне зимних карпатских мотивов где лес предстает не как зеленая масса а как вот такая почти оранжевая он экспериментирует с композициями часто такие вертикальные мотивы выбирает ну и со временем его стилистика превращается просто в такой где-то перекликающийся с Манайла такой декоративный калейдоскоп где все цвета и все фактуры как бы в одном произведении стараются быть увековечными это автопортрет художника кстати один из редчайших примеров автопортрета среди художников Закарпанте и в отличие от художников которых мы видели прежде в его творчестве тема сюжетной картины в данном случае на колхозной темы она присутствует наиболее полно но редко в виде реализованных произведений а чаще видим огромной массы огромной массы этюдов разнообразных и вновь таки открывающих разные стилистики и наконец-то Наконец, наш последний герой сегодня – это Антон Михайлович Кошай. Он родился в 1921 году. Соответственно, мы видим, что поколения сменяются. Но по-прежнему это то, что мы называем Закарпатской школой живописи. То, что было сформировано в этот период, который обозначен в нашей лекции. Здесь, вероятно, задняя сторона обложки, судя по тому, что здесь цена обозначена журнала. Это Огонек. И Огонек в виде такой постановочной фотографии демонстрирует нам семью Антона Кошая, его трое сыновей, которые, как гласит название фотографии, помогают папе. Вот такой несколько идиллический мир художника предстает перед нами. Вот так выглядел уже, скажем так, спустя пару десятилетий этот художник. Он прожил одну из самых долгих жизней. Я имею ввиду в плане приближенности к нашим дням. Он умер в 91-м году. Он был сыном лесника, народный художник Украины, как и некоторые уже упомянуты. Закончил гимназию, где преподавал Бакшай ему в Ужгороде. Работал в лесничестве и финансово-плановом отделе. Вот так выглядела его жизнь до войны. А с 46-го года уже это только творческая живописная работа. Он был председателем Союза Закарпатских художников с 61-го года. И сегодня его имя носит Союз независимых закарпатских художников. Ну, почему-то его имя они выделили в особенности. Его живопись, несмотря на то, что он самый молодой представитель этой школы, его живопись отличается, скажем так, последовательностью духи вот такого переходного, скажем так, варианта стиля соцреализм от бакшаевской такой поэтической, скажем так, детализации, если можно так выразиться, до декоративной стилистики, свойственной уже другим художникам. Вот что-то промежуточное и в то же время очень любопытное мы видим в этих работах. В данном случае это только и исключительно пейзажи Карпат. Но каждый раз он старается быть оригинален в композиции, в выборе мотива. Работает как над такими монументальными, эпическими почти пейзажами, картинами, так и над небольшими белыми совсем этюдами. Вот редкие примеры его городских пейзажей, вероятно, где-то в Италии выполнены. Весенние реки горные и вот такие вновь эпические панорамы. Мотив такой вот островерхой, очень высокой крыши деревянной хаты часто является центральным мотивом некоторых пейзажей художника. Натюрморты, безусловно, присутствуют в его творчестве, но не являются популярными. Вот такие мотивы, даже где-то сохраняющие какой-то социальный оттенок, присутствие людей, людей за определенным занятием, в данном случае мытье машин в горной реке. Это тоже часть его пейзажей. Вот как раз пример этюдных работ. Для людей, которые, может быть, скажем так, мало представляют себе работу живописца, я отмечу, что вот эти стволы, вот такие белесые стволы деревьев, они не написаны, а процарапаны под только что положенной краски. Вот в этом особенность такой эдюбной работы часто заключается. Цветение весенних садов, то, что характерно и для Бакшая. Мы видим перетекание сюжетов от художника к художнику, что, в общем-то, цементирует закарпатскую школу и делает его действительно одним из самых цельных явлений в истории украинского искусства. Древесина, безусловно, как одна из главных отраслей экономики, край она присутствует часто в пейзажах. Ну и вот это и одно из самых поздних работ художника. Мы завершаем нашу сегодняшнюю лекцию. Я благодарю вас за внимание и с удовольствием услышу вопросы или комментарии, если таковые последуют. — Скажите, а современная школа, как она в текущем, может быть, выносила его в стиле? — Безусловно. Более того, сыновья некоторых художников стали также художниками, ну, гораздо более скромного дарования. Но, тем не менее, и мотивы, и стилистики продолжаются, но в наше время они выглядят, скорее, как туристический привлекательный момент, то есть привести из Закарпатия картину, отдаленно обоминающую то, чем славен этот край в живописи. И, в общем-то, если говорить о художественном процессе, это скорее вот такой анахронизм, который, ну, который просто свойственен различным локальным таким художественным территориям, я бы так сказал. — А как существует организация? — Безусловно. И львиная доля членов Союза художников в Закарпатии, они работают в стилистике Закарпатской школы живописи. — Да, безусловно. Это то, что вот как бы является обязательной программой, если можно. Да, и в то же время преподаватели художественного училища в Закарпатии, они также работают и стараются своих учеников именно в этом ключе воспитывать. То есть школа сохраняется, другой момент, насколько, скажем так, осмысленно это сохранение. Какое концептуальное значение передается сохранению этой школы. Ну, то, что Карпатские горы еще не одно десятилетие будут увековечены, как художниками Закарпатия, это факт, и нужно быть покойными за судьбу этого края. Пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.